Уходящий год для Удмуртии добрый и богатый на события. Главный критерий – демография. Удмуртия по-прежнему входит в число регионов России с положительным естественным приростом населения. Ключевую роль здесь сыграло здравоохранение. Изношенный автопарк скорой помощи за год удалось обновить на 40%. Привлекались все источники финансирования. В итоге закуплено 106 машин скорой помощи. Большая часть работает сейчас в районах республики в полевых условиях. Я рад. Почему? Потому что то, что новое – это новое. Мы ведь должны приехать вовремя и оказать первую медицинскую помощь. Останавливаться нельзя. Почему? Потому что в 2017 году люди будут ждать еще порядка 85 машин. И это надо делать. 185 машин мы поставили эту задачу в республике поменять. Открыто 27 фельдшерско-акушерских пунктов. Начинка медицинской оборудования сделана на предприятиях Удмуртии. Импортозамещение и производство гражданской продукции – основной тренд экономики. Оборонные предприятия в этом году почти на 50% увеличили объем отгруженных товаров. В 2016-м в Удмуртии строилось жилье. Темпо ударное – рост на 17%. В Приволжье Удмуртия – один из лидеров по строительству в жилищном секторе. Сегодня в республике ведется строительство 107 жилых домов. 13 застройщиков – участники программы «Молодежная квартира». Проект востребован среди молодежи. Поэтому в следующем году республика выделит на программу «Молодежная квартира» не менее 200 миллионов рублей. Масштабная федеральная программа по строительству школ рассчитана на 10 лет. В планах 30 новых школ. Две большие школы уже начали строить в Ижевске, еще две – «Волнаших» и «Можге». Селяне тоже сделали вклад в общую копилку республики. Наращивает обороты программа «1 миллион тонн молока». В целом в республике в уходящем году открыто 44 новые фермы. Молокопровод плюс чистота, плюс рациональное использование скота. И производительность намного выше будет, и себестоимость низка будет. Общая сумма субсидий только на строительство сельскохозяйственных объектов из республиканского бюджета в этом году – около 400 миллионов рублей. Выросло дойное стадо и производство молока. Реализация этой программы на территории Удмуртии также позволит взять в оборот тысячи гектаров заброшенных земель. Мы считаем неплохая поддержка, это неплохо, и практически нет ни одного района, где не было бы строительства. На результат работали дорожники Удмуртии и восстанавливали сельские трассы. На них в этом году удалось привлечь больше средств из федерального бюджета. Общая протяженность отремонтированных деревенских дорог – 55 километров и 7 дорог до садовых массивов. Стабильная ситуация в экономике отразилась и на средней зарплате – плюс 6% к прошлому году. Задача на следующий – привлечение новых инвестиций и дальнейший рост благосостояния жителей региона.